Очередной мой отель, вот так он называется. Мне сделали апгрейд до седьмого этажа. Здесь меньше комнат, чем на обычных этажах. И, собственно, это трехместный номер, очень большой. Они сказали, что у них типа нет места вообще в отеле. И это вообще заключительная, ну, последняя комната, которая у них здесь есть. И, собственно, конечно же, очень большая комната. Но старенький отель, они сделали ремонт здесь вот такой. Ремонт сделали. И, собственно, вот только закончили убираться. Хотя пляпка попала, убрались. Можно, в принципе, и немного грязь здесь найти. Но единственный и очень большой плюс этого отеля для людей, которые путешествуют с собачками или с какими-то животными, сюда можете приехать, привезти своих питомцев. В Таиланде это редкость. И можно заказать сюда еду прям по весьма демократичным таким ценам. Виды из окна, естественно, здесь никакого нет. И вот я плачу здесь столько же, сколько я платил в Эдж. Но из-за того, что здесь сейчас начался вот этот фестиваль фейерверков, все отели просто переполнены битком, ну, в центральной части. И я просто не захотел ехать куда-то в GMTN или еще куда-то. Вот бейс здесь совсем рядом. И поэтому я как бы здесь забронировал, заплатил большой холодильник. И здесь полностью все рассчитано на троих чуть-чуть человек, на троих людей. То есть, если вы приедете сюда, здесь сможет поместиться один взрослый. И здесь большая кровать, двое взрослых с детьми. Кровать, в принципе, большая. Здесь даже кровать больше, чем в Эдж, в котором я жил. Здесь ресторан на крыше. В принципе, очень удобно сделано. Потому что вы можете прийти, позагорать, позавтракать. И, ну, вообще все, что угодно сделать. И салюты, конечно, отсюда не получится посмотреть. Но все равно позагорать можно. Вот они даже граффити здесь такие красивые нарисовали. Бассейн. Хорошо, что бассейн находится прямо вот на крыше. И под открытым солнцем. То есть, он будет хорошо прогреваться. А вот Эдж мой любимый. Они взвинтили сегодня. Там цены прям просто невероятно. Некоторые квартиры по 20-30 тысяч бат стоят. Так они здесь украсили все кошками, собачками. Ну, и, конечно же, здесь пар. Как во всех, наверное, отелях. И что самое интересное, вчера, вот я смотрел вечером. То есть, забронировать на сегодня. Вообще здесь цены были 100 долларов, 150 долларов. Просто как-то невероятно. И вот сегодня, то есть, они ближе к обеду начали эти цены снижать. Я думаю, это связано с тем, что они понимают, что люди как бы, ну, сейчас могут, допустим, заехать, могут не заехать, неизвестно. И они уже начинают потихонечку возвращаться с небес на землю. Но я думаю, здесь хотя бы будет тише. Потому что вот этот Эдж, в котором я жил несколько дней, все идеально, все классное место, суперское вообще. Очень хорошее кондо, но там шумно. И до трех часов эта музыка играет. Поэтому если как бы, ну, вы работаете по ночам, то, в принципе, нормально. А если вы захотите туда там пожить вообще с детьми, как-то с семьей, то, ну, это просто, наверное, нереально. И все равно много квартир посуточно сдают там. И вот этот бейс рядом, там вообще проходной двор какая-то, общага, человейник. Я там тоже, кстати, мог поселиться за 50 долларов, так же, как и здесь я сейчас поселился. В этом отеле, в котором можно с животными. Но я просто не захотел, потому что я понимаю, что там нет профессионального клининга. Они не убираются как следует, нет ресепшн, и вы можете приехать туда, вас могут заселить, могут не заселить. А если вот туда чуть дальше пойти, я там жил как раз вот этот отель с овечками. За 700 бат я там жил, буквально пару дней назад. И сегодня вот я уже заплатил 1800. Только из-за фейерверков цена в два раза выросла. Но они мне сделали апгрейд, поэтому, в принципе, я как бы думаю, это нормально. Но какой смысл, как бы, я все равно как бы один живу. Какой мне смысл в этой трехкомнатной, трехспальной комнате жить. Поэтому, ну ничего страшного. Вот это вот сегодня и завтра вот этот вот аттракцион пройдет. И потом будет попроще. Я помню, когда был жаз-фестиваль, то же самое, они накануне взвинтили. Я думаю, ну ладно, ничего страшного, на Кулан поеду. И на Кулан я съездил, вернулся, и уже на следующий день все. Вернулась на круги своя, и уже потом ближе к обеду они начали возвращаться с небес на землю. Здесь рядом вот такой вот типа торговый центр есть, там Старбакс. Ну здесь, в принципе, все рядом. Сегодня вечером, я думаю, я пойду либо в Хилтон, поднимусь эти салюты, посмотрю. Либо на набережную, как вообще все обычные люди, простые. Либо там возле 21-го терминала есть тоже отель, смотровая площадка большая, можно подняться. Либо я могу просто у хозяина попросить, чтобы он меня запустил. Он может сгенерировать QR-код, в котором я жил в отеле. И он может этот QR-коду, поэтому я смогу без ключа зайти и подняться на крышу. Собственно, посмотреть сегодня салюты. Потому что там девочка, я прям с ней в очень хороших отношениях остался. Несмотря на то, что они были непродолжительные. Ну и, в общем, хозяйка девушка, я имею в виду. И, собственно, я думаю, она меня запустит туда. И я также смогу там с крыши посмотреть. И не буду платить. Я бы смог бы у нее жить. Просто она говорит, вот именно сегодня и завтра, именно два дня, давным-давно уже забронировали. Поэтому имейте в виду, здесь это ежегодно происходит мероприятие. 24-25 ноября фестиваль фейерверков со всей Азии приезжают. Поэтому всегда бронируйте себе хорошие места здесь заранее. Но многие ательеры тоже знают, и они уже тоже заранее цены поднимают. И вот они спускать только сегодня будут. Вот сегодня, ближе к вечеру, только они будут на сегодняшний день более-менее возвращаться к нормальным ценам. Ну вот, в принципе, я уже пришел. А вечером я вот так смотрю, там где-то процентов на 30 максимум здание заполнено. То есть много людей там не живет. Вот такой курс сегодня. 35-38. Но курс, он очень стабильный. Уже на протяжении нескольких десятилетий в Таиланде. У них здесь нет инфляции. То есть цены ни на что не растут. И курс доллара и евро тоже очень стабильный. Я буду в Хилтон. Там у них проходят бранчи, по-моему, круглосуточно. Ну, по крайней мере, с утра до вечера точно. И я хочу сходить, во-первых, на бранч. Во-вторых, узнать, может быть, вот как раз-таки там 14-й этаж, когда вот этот фестиваль фейерверков будет проходить. Возможно, туда тоже можно будет также прийти. Ну и, собственно, покайфовать там, покушать там и устрицы, и сашими, и там в районе 1000 бат это все стоит. Я думаю, можно сходить, потому что, ну, уровень Хилтона, я думаю, знает каждый человек, кто там был. И, собственно, вот здесь вообще, в Паттайе, есть несколько типов отелей. Это вот отели, которые новые. Только что построили новые прям бутик-отели. И вот видно, вот я туда захожу, и там прям приятно находиться. Там и планировка новая уже продумана. И, ну, вообще все новое, и в таких отелях приятно находиться. Вторая категория – это отели, которые, старые отели, и их даже не ремонтировали вообще ничего. И они иногда могут стоить столько же, по сути. Ну, изредка, конечно, сколько и новые отели. Но там крайне неприятно находиться. И это сразу видно по фотографиям, что отель старый. Что там старые шторы такие, старые кровати такие, занавески под кроватями старые. Ну, и, собственно, там тоже неприятно находиться. Вот видите, как здесь? Иногда пропускают, иногда не пропускают пешеходов. И вот третья категория отелей – это как раз-таки, где я поселился. Это отели без... То есть, они старые отели, но там только ремонт сделали, получается, недавно, после реновации. И, по сути, это что-то между новыми и старыми. Ну, они не такие хорошие, как новые, ну, и не такие плохие, как старые. И поэтому лучше всего, конечно же, выбирать новые отели. Есть, конечно, премиальные отели старые, типа Хилтона там или еще что-то. Ну, за ними постоянно следят. И там, конечно, всегда все безупречно. Но они стоят, соответственно, тоже столько же. Вот, я уже пешочком почти что дошел до Хилтона. Здесь все рядом, поэтому я люблю жить в центре. Мне не нужен такси, не нужен мотобайк. Я очень много экономлю времени. Много экономлю денег на аренде. Мне не нужны вот эти риски, связанные с трафиком и так далее. И еще плюс ко всему существуют квартиры. Вот я про квартиры вам рассказывал. С ними нужно быть очень осторожно. Все будет зависеть от того, повезет вам с хозяином квартиры или нет. Вот. И до 30 дней снимать квартиру в аренду, то есть нелегально. Только вот в больших кондах, комплексах, вот типа этого, можно от 30 дней больше снимать. Стоят в среднем, когда не происходят никакие хейерверки, никакие фестивали, ничего не происходит. В среднем приличный хороший отель 20-30 долларов на двоих стоит в центральной части Паттайи. В сезон. Когда мокрый сезон летом, сезон дождей. Я думаю, еще меньше цены будут. Семь дней, семь тем, ланча в Эдж. То есть с 12 до 2, вот с 12 до 2, прям несколько всяких разных вариантов. То есть буфет обеденный проходит, вы можете буфет заказать с 12 до 2, вы заплатите, зайдете какую-то сумму и будете постоянно там находиться. И вот си-фу-динер, это ужин с морепродуктами. Он до 22 как раз то, что нужно. Здесь на крыше еще здесь горизонт есть ресторан, он до часу работает, но там, конечно же, по всей видимости, никаких буфетов не будет. И бар там тоже. Ну, сейчас все узнаем. Чай есть. То есть вы можете на чай прийти, тоже до вечера, весь день он работает, тоже 1000 бат стоит. И, собственно, вы так, лобби туда, а здесь можно попасть в центр фестиваль. Вот так, значит, меня встречает 15 этаж. И буфет здесь. Я сейчас пока ехал в лифте с этим, который носит сумки, дорбел, или как он, я не знаю. Короче, он мне сказал, что все занято на крыше сегодня. И завтра тоже. И из-за того, что, собственно, фестиваль этих фейерверков. А вот цены, пожалуйста. Так, сифут до вечера 1400. Вот так вот выглядит здесь веранда, значит, написано, что нельзя кормить птичек. И я думаю, завтра вечером здесь будет просто идеальное место понаблюдать за салютиками. Ну, идеальное, конечно, будет, наверное, оттуда с крыши. Но здесь тоже будет очень круто. И она говорит, на завтра уже занято. То есть, если я только захочу сюда прийти, это будет послезавтра. Нужно проверять. Уже заняли все столы на сегодня, на весь день. И вот там тоже какой-то ресторан есть. Наверное, туда тоже можно прийти. Вот там сцена, значит. А я оттуда буду запускать фейерверк. Это бассейн отеля. И там еще на самом верху на крыше есть, значит, этот ресторан, где по меню можно заказывать. А здесь буфет. Но я так посмотрел, у них прям приличные такие всякие разные блюда. Я сейчас проверю. Если будет место, то я завтра сюда обязательно приду. Завтра буфет стоит 3500 бат. И сегодня это получается в 2,5 раза больше, чем обычно. И все занято. Здесь, друзья, тоже все забито битком на ресепшен. Я, наверное, думаю, даже я сюда ссоваться не буду. Потому что все решили приехать срочно в Хилтон. Так, что здесь? Дрифт. По всей видимости, дрифт это вот эта вот штучка. Куда я только сейчас захожу. И, собственно, написано тоже, что это все закрыто. Потому что будут фейерверки. Будут здесь представления, фестивали всякие разные. Ну, весьма-весьма здесь прям уютненько так. И, конечно же, самый лучший вид будет вот с этих мест открываться. Ну, либо откуда-то вот оттуда с бассейна. Да, вот у них, как бы, здесь бассейн, я думаю, это один из бассейнов. Ну, ничем он не лучше, чем все остальные какие-то бассейны в Таиланде. Есть только вот здесь, где я сейчас с вами гулял. Вот сейчас я показывал. Ну, вот здесь, короче говоря. И только внутри. Ну, наверное, можно будет выйти наружу. Ну, собственно, вот так это все выглядит. И, короче говоря, алкоголь без еды, без ничего стоит 2600. Ну, в принципе, это нормально для Хилтона. И, чтобы вы понимали, это, ну, самое топовое место. И плюс ко всему еще вам будут алкоголь наливать в течение скольки здесь? Пяти часов здесь столько можно алкоголя выпить. Так что вы сюда можете приехать на Новый год. Вот, собственно, цены. Это дневной, вечерний, вот на новогодний ужин. И вот такие вот цены. Хоризона – это на самом верху. Я сейчас попробую туда подняться. Вот. Можете поставить паузу и ознакомиться, если вам интересно здесь провести Новый год. Я думаю, плюс-минус будут одинаковые цены. Вот он, Хоризон. Короче, тут от 2600 до 5000 нацениваются цены. Еще ультимейт есть, New Year's Celebration. Здесь в торговом центре есть пиццерия. Я не знаю, какой это этаж по Хилтоновскому. 14-й, наверное, или 15-й. Что-то типа этого. И, собственно, здесь вот есть, во-первых, вот такой суши-бар интересный. Вот это вот Хилтон, где я только что был. И какую-то часть будет видна отсюда. Еще есть один ресторан, Republic, гриллер-ресторан. Он тоже здесь находится. И вот с балкончиком есть. И он, получается, у него расположение к аэрверкам еще ближе будет, чем у Хилтона. А вон оттуда, наверное, будет взорвать. С вот этих кораблей. Я, значит, забронировал я столик. Прямо вот с таким вот видом. Здесь еще можно будет выходить на балкон. И стоит это 1000 бат. Я думаю, это один из самых лучших вариантов, потому что ближе вообще ничего не будет. В торговом центре. В шахматы люди играют. Еще у них есть вот такая сельдерия. Это тоже такой ресторан. Он и в Японии есть. И, ну, наверное, много где в Азии. Там, наверное, тоже можно покушать. Но, скорее всего, не будет окон. И вот это вот единственный ресторан. Я не знаю, как там кухня. Мне, в принципе, без разницы. Мне самое главное посмотреть на салюты. Потому что сюда едут все. Все отели переполнены. Все хотят посмотреть салюты. И я думаю, я нашел просто одно из самых идеальных мест для того, чтобы это сделать. Вот, собственно, европейская еда. Цены на европейскую еду. Я сюда даже не приходил. Ни разу. А можно и мяско здесь вот покушать. И вообще все, что угодно. А вот это вот суши, это, по-моему, безлимитное. Безлимитное вы приходите, какую-то сумму платите. Да, это буфет. И вот для взрослых от 400 до 600. И для детей в два раза меньше. И едите что хотите до бесконечности. Сюда тоже можно прийти покушать. Может быть, даже вечером. Причем это достаточно выгодно получается. Вот, собственно, друзья, цены. За 400 вы получаете мясо, салатики, яички, все такое. Да, еще и напитки, и мороженое. За 600 вы получаете сейху. Это достаточно получается, выгодно, очень выгодно. Я буду теперь ходить сюда кушать, по всей видимости. Вот, можете на паузу поставить и сравнить. 600 бат, это меньше 20 долларов. И можете есть сколько захотите. Без ограничений. Единственное, вы должны уложиться в 1 час 30 минут. Это единственное ограничение, и все. Платите 600 бат и едите полтора часа. Пока живот не разбухнет. Ну и вот, Сильзирия. Это тоже такое популярное в Японии место. А здесь, по-моему, по меню заказываете, и официанты приносят. Да, скорее всего, по меню. Но европейские все кухни, блюда адаптированы, все. То есть, не остро будет. Ну вот, здесь вот один только вот этот вот кальмар, только стоит 300 бат. А там и кальмар, и мороженое, все что угодно. Ну, наверное, просто отличаются интерьеры. И, конечно же, вы каждый день не можете в одно и то же место ходить. Ну и плюс ко всему, здесь официанты работают. Здесь прям благодать. Вот еще оиши ромен, это тоже, по-моему, японская, японский ресторанчик. Здесь только один вот этот стейк стоит 900 бат. Ну, ну, австралийское мясо. И вот рыбка тоже 400 бат. И вот тоже мясо, это, наверное, свинина, да, это ребрышки свиньиные. Они стоят 600 бат. Так я заплачу лучше там 600 бат и буду кушать полтора часа все что угодно. И морепродукты еще. Я думал, я уже все видел в Таиланде. И вот смотрите, вот это торгово-развлекательный комплекс. Центр большой. И, собственно, вот там вот, по-моему, они сделали прямо в этом центре. Типа цона. Ну, для того, чтобы иммиграционная какая-то служба работала. И чтобы типа там можно было печать поставить. Ну, что-то связанное с подспортами, короче говоря. Правительственная организация в торгово-развлекательном центре находится. Здесь вот намного ниже. Это вот получается уровень балкона Starbucks. Тоже вот они поставили очень много столов. Все пронумеровали. И сюда будут билеты продавать. Будут билеты продавать. Я думаю, купить, покушать можно будет вот здесь. Ну, либо с собой принести. Короче говоря, все, что связано здесь с этими фейерверками, все они как-то стараются для народа здесь создать условия, чтобы люди кайфовали. Ну, конечно, самое лучшее место это здесь будет. На цокольном этаже уже они вот нарядили елку такую красивую. Уже потихонечку настроение здесь новогоднее. Все фотографируются. Круто, очень круто. Поэтому я люблю вот это место. Вот, друзья, наш отель. Вот так вот выглядит. И что я вам хочу показать, что вот автобусы с китайскими туристами их прям пачками сюда привозят. И, видимо, сейчас повезут показывать фейерверки. Улица полностью, абсолютно вся стоит. Видимо, все хотят поехать посмотреть фейерверки на Централ Фестиваль. Не только машины. Даже на байках люди не могут проехать. Полицейские дежурят. Ну, все четко, конечно. Но будут, конечно, сегодня пробки. Все, вот поехали уже по встречке здесь. Таксисты вот так по тротуарам поехали. По всей видимости, там, скорее всего, закрыто. Либо закрыто, либо, может быть, просто пробка какая-то. Но, конечно же, сегодня фестиваль, и здесь очень много будет людей. Прям я думал, что не так много, на самом деле. Прям очень много. И, собственно... Я так понимаю, будет весело, конечно. Я, честно говоря, даже не ожидал, что такое может здесь быть, возле Централ Фестиваля. Я вот здесь шил. Вот это ж. Вот здесь я шил. И посмотрите, что здесь творится. Просто шискач какой-то. Невероятный. Я даже не знаю, почему там пробка. По идее, должны люди все проешать. Вот, собственно, поэтому я и... Не использую никакой транспорт. Идеальный транспорт, особенно в такое время, в Паттайе, это пешочком ходить. Вот это вообще дорога. Это односторонняя дорога туда, на север. И, ну, только туда вот можно ехать, на север, куда я сейчас иду. Назад ехать вообще никак. Но здесь и машины разворачиваются, и мопеды разворачиваются, и тем самым еще больше создают пробку. Это 100% все из-за фейерверков. Ну, понял, они вон ту печет, которая там на западе находится, улица возле пляжа, по которой я гуляю, они ее сделали односторонней. И все машины сюда пустили, то есть сделали двухстороннюю здесь. И поэтому получается здесь просто, ну, как бы вот то, что получается. Пешком здесь, если человек идет, он намного пройдет быстрее, чем человек на мопеде или на машине, естественно. На машине здесь в центральной части вообще нечего делать. Еще вот автобусы вот такие большие попадаются, и мопеды здесь припаркованы. Короче, все до кучи. Я сейчас пройду до Централ Фестиваль, там есть тоже смотровая площадка. Уже как раз будет 8 часов. Попробую туда подняться. Если запустят, то начну оттуда смотреть. Если нет, то у меня там есть дальше еще парочка вариантов, где можно подняться, посмотреть. Вот, пересечение с Центральной улицей. Центральная Паттайя, вот этот Централ Роуд. И здесь просто какой-то шискач творится. Здесь просто все стоит. Я думаю, если человек захочет сюда приехать, он просто будет стоять. Пробки очень долго. Здесь тоже. Ну да, они все закрыли. Вот эта часть, то, что идет до пляжа, она полностью вся стала просто пешеходная. Сразу люди начали здесь продавать что-то. И, ну, с одной стороны, конечно, правильно. Это же, по сути, фестиваль. Но нужно, друзья, отметить, что когда был вот этот джаз-фестиваль, вот эту вот дорогу вот так не закрывали, не перекрывали. И, ну, не было такого прям количества здесь, наверное, людей. И, наверное, поэтому все отели переполнены. Потому что действительно много приехало людей из других стран. И со всего Таиланда много людей сюда приехало. Поэтому они, собственно, цены и подняли. Вот это Централ Роуд. Она упирается туда, в пляж. Одна из самых оживленных улиц, по сути, в Паттайе. И туда налево, уже дальше Волкин-стрит. Вот это вот все приехали, кто что продает, кто на что гораст. Со всех регионов, наверное, со всех окрестностей. Вот жуков продают. И личинок там всяких. Это, по-моему, перепелки. И что самое интересное, что каждый человек, каждый торговец, он специализируется на каком-то своем ремесле, на своем направлении. Вот какая-то макашница, кто-то суши, кто-то какие-то вот кругляшки катает, мотает. Кто-то фрукты продает. Кто-то супы, лапшу какую-то делает. И вот полностью этот мопед переделан под то, чтобы делать определенные виды угощений. И вот у них тоже через QR можно оплачивать, как у нас Каспи QR в Казахстане. Ну, в основном, в основном, они здесь, да, визу карт не любят, у них в основном наличка везде. То есть вы можете просто прийти, а вам скажут нет, кэш-онли, и все. У нас в Казахстане, конечно, такое себе не могут позволить. Потому что у нас на законодательном уровне закреплено, что любой человек, который предоставляет какие-то услуги или продает товары, он обязан принимать платежные карты. А у нас, если не примут, то сто раз извинятся, скажут, пожалуйста, может быть, перевод или может еще как-то. И, собственно, определенно, когда был фестиваль, джаз-фестиваль, здесь ездили машины, и здесь намного было меньше людей. И вообще, вот у них начало только через полтора часа. Но все равно уже очень много людей пришло. И два дня это будет проходить. Видимо, что-то действительно грандиозное получится сегодня. Ну, я стараюсь, честно говоря, вот таких именно мест, большого скопления людей всегда избегать. Потому что это идеальное место для какого-то акта террористического или еще что-то. Вообще непонятно, что здесь может произойти. и люди в панике. Они могут вообще натворить всяких разных делов. Поэтому я стараюсь от таких мест подальше держаться. Я вот сейчас пока не началось. С краешку пройду вам, покажу и буду уходить. Там дроны запускают. Вообще, в Таиланде, чтобы запускать дроны, нужно специальное разрешение, специальная лицензия и очень большие штрафы, если кто-то будет это нарушать. Ну да, здесь прям базар-вокзал. И очень много именно местных, ну, азиатов. Полностью они вот эту бич-рот превратили в пешеходную, как я и думал. Потому что, если люди будут ходить вон там по тротуару, просто не хватит всем места. Естественно, им проще ее просто перекрыть и, конечно же, сделать пешеходную. Удивительно. Ну, давайте прогуляемся. Опять же, все очень четко, все поставлено, организовано, видеонаблюдение, полицейские машины, медики здесь сразу. потом вот эта машина с саперами и все-все-все, что может понадобиться, очень четко все здесь отлажено у них. Видно, что люди не первый раз здесь это мероприятие устраивают. И, что самое интересное, она бесплатна. Любой желающий может прийти и поучаствовать, посмотреть. Ну, и, собственно, все. то есть, это все финансируется за счет местного бюджета, вот эти все фестивали, вот это музыканты, все выступают. По всей видимости, это музыканты какие-то популярные здесь, местные. И, то есть, человек, если для кого-то он, допустим, фанат, получается, и для кого-то может быть это какой-то кумир, и он может прийти и послушать это абсолютно бесплатно. То есть, нет такого, как у нас закрытый ход, заплатите 100 тысяч миллионов, придете послушать Аллу Пугачеву. Вот. Пожарные машины. Потом вот эти автобусы, это туалеты. И здесь их просто немерено. Никакой грязи. Обратите внимание, какие чистоплотные люди. Никто вообще даже ни одну бумажку не бросит. Палатки, которые я вам показывал, которые они ставили, в каждой палатке что-то обязательно продают, естественно. И очень много желающих купить это, и вот там вот на пляже все просто занято, забито людьми. вообще прям буквально негде яблоко упасть. Я думаю, вот это вот, конечно же, очень важно и исторически, и даже вот в Древнем Риме делали колесей, делали какие-то развлечения, то есть людям это очень важно. Посмотрите, что здесь творится. именно вот говорят же хлеба и зрелищ. И привезли сюда, конечно же, вот хлеба им, сколько наставили палаток, и будет зрелища тоже так же. я, в таком месте даже никогда в жизни даже ни разу не был, чтобы вот такое количество и все аккуратненько, четко у них. мусор все в пакетиках, никто не мусорит, никто не напивается, никто не бурогозит, не буровит никто. Спокойненько сели, аккуратненько, принесли свои подстилочки, полотенчики, и сидят тихонечко, ждут, пока начнется представление. Друзья, ну, вы можете сами посмотреть. Я думаю, и тут же вот носят, продают кальмаров сушеных, и вообще все, что угодно. Отдыхают люди по-человечески. Умеют работать, умеют отдыхать. Здесь вот фото-зона специальная для видимо фотографов. Ну, наверное, с вами здесь пройдем по пляжу, потому что отсюда тоже будет интересно наблюдать, по всей видимости, раз они сюда все пришли. И что нужно отметить, что полностью весь пляж очень хорошо подсвечивается. Вот эти вот мачты, они очень ярко светят, и во все направления светят очень хорошо. И здесь как будто бы днем светло. И вот я не знаю, по-моему, всю и так далее. Да, я, конечно, удивлен. Все, что угодно здесь можно найти. Любые запахи, любые вкусы. И что самое интересное, что все свежее. Никогда в Таиланде не будут продавать там, допустим, которая уже чуть-чуть полежала или еще что-то. Вот они тут же моментально это все готовят, и тут же моментально это все продают. Поэтому в супермаркетах у них всегда скидки на то, что они сегодня приготовили. Вечером это все можно практически бесплатно забрать. И вот это все они продадут, потом то, что останется, они либо куда-то монахом раздадут, ну, либо там еще что-то с этим сделают. Второй раз уже никто продавать это не будет. Потому что у них это просто на традиционном уровне они так не делают. У них нет привычки хранить это где-то все в холодильниках как у нас или замораживать или еще что-то. Потому что здесь тропики здесь то, что исторически вы не съели допустим сегодня завтра это просто испортится. Поэтому они все может быть сушеное могут вам продать или там какое-то маринованное но то, что пожарили или там допустим свежего много чего едят это все здесь и сейчас вот эти очень вкусные кальмары осьминоги это просто невероятно вкусно. Я каждый день стараюсь покупать вечером кушать курицы они тоже здесь много едят вот это курица в кляре вообще они здесь все едят но стараются добавлять зелень всякую разную спаржу устрицы морепродукты потом какие-то вот шарики сосиски у меня слюни потекли я так люблю вот эту вот уличную еду свежую для меня это прям невероятно вот это вот похоже на какую-то шкуру свиную язык может быть щеки какие-то здесь вот прям я вижу в аквариумах приветки прям осьминоги живые да вот это вот осьминоги живые прям там ребенок стучит и напитки тут же потом вот свинина тоже во фритюре жареная и вот эта набережная чтобы вы понимали она несколько километров и на каждом шагу будет будут свои рецепты свои блюда и ничего вообще практически не повторяется какие тайцы улыбчивые позитивные кукурузу единственное меня смущает что они горячие вот что-то берут сварили горячую кукурузу или еще что-то и тут же сразу пластик контакт с пластиком горячего это не очень хорошо алкоголь нехорошо с пластиком и горячее нехорошо вот это вот устрицы маринованные и живые есть устрицы вот это вот штучка мечехвост с икрой тоже вкусно да здесь все вкусно просто нужно это правильно подавать правильно готовить и в принципе все вкусно да друзья теперь я понял почему овербукинг в отелях потому что сюда вся Азия приехала на этот фестиваль воздушных шаров здесь вообще с двух сторон то есть те кто не поместился слева они припарковались вот прям с дороги продают так это по-моему жаб продает а нет это курица но они лягушек тоже здесь кушают прям вот на огне это все готовится на древесном угле маринуют курочку и вот так вот готовят это очень вкусно тоже должно быть морепродукты и вот оно все вот так в перемешку морепродукты вот суши тут же свамши продают тут же соки смузи фрукты в Таиланде никто голодный не останется это как мне кто-то сказал что в Грузии никто голодный не останется я думаю в Таиланде уж точно никто потому что вот даже вечером бывает я иду закроются допустим какие-то места где продается еда и все равно едут по улице на мопедах макашницы и либо жарят либо что-то уже готовое продают и всегда можно в любой момент вот где-то здесь в центральной части да даже не только в центральной где просто собираются люди выйти на улицу и всегда будет там еда в любое время а вон там шуки я не знаю мне кажется я конечно поел бы и скорпионов и вообще все что угодно но мне кажется никакой пользы просто в этом нет но у них такая типа как шкура которая сложно прокусить но это то же самое что вот допустим кушать крабов допустим нечищенных или еще что-то вот это салман маринованный и ни конца вот ни края нет бесконечно все очень четко организовано они это все начали организовывать заранее за несколько дней вот эти вот шатры стояли здесь уже 5 дней назад наверное и вот оно закончится они начнут это разбирать потом через месяц к новому году видимо опять начнут собирать кальмары живые видимо с фермы или еще откуда-то прям в аквариуме живые кальмары и можно это все сразу скушать здесь вот обычно очень много баров и всякие разные там короче говоря девчонки зазывают сегодня мне кажется это все приглушили немного и основной уклон идет на то что ну сегодня будут все фейерверки смотреть сегодня никаких развлечений других здесь кроме еды и фейерверков по всей видимости не предусмотрено я вот гуляю по этой улице каждый день я очень хорошо знаю как это все выглядит я вам сниму когда это все закончится как здесь ездят машины и как вот мы гуляем вот там вот набережная там ну намного меньше людей и я вот думаю вот там вот не доходя до вот того холида им можно подняться наверх там тоже 30 этаж примерно с балкончика посмотреть но я думаю что самое красивое это будет вот именно вот там где стоят фотоаппараты фото зона где сцена либо будет еще красиво с того места которое я сегодня заплатил забронировал с централ фестиваля кафе вот это там может быть тоже красиво но сегодня я присмотрюсь где будет красиво а завтра уже я буду думаю проведу там больше времени и как раз вы уже узнаете тоже откуда смотреть лучше всего за фейерверками потому что в следующем году тоже так же здесь будет этот фестиваль проходить и вы уже будете знать где вам лучше место бронировать заранее здесь есть ресторан фатко сифуд клуб и вот здесь на тайском написано что до 11 часов сегодня и завтра на 10 этаже будет тоже вот за какие-то деньги проходить вот можно вот туда подняться и там посмотреть но я думаю что все равно это все будет далеко и чем ближе вы находитесь туда к централ фестивалю к центральной к централ род тем лучше это будет все видно скорее всего конечно это будет еще грохотать очень сильно два часа но но не знаю скорее всего там даже и занято все уже не так просто потому что в Хилтоне все занято и если какие-то хорошие места там уже сразу заранее все все места занимают а вот эти вот палатки они не заканчиваются и люди желающие что-то там купить покушать тоже причем я не удивлюсь что они просто как-то приехали может быть совсем чисто символически какие-то суммы заплатили чтобы здесь стоять и то есть они работают продают угощения Ахалидеин видите занят наверное процентов на 20 только все здание снизу либо квартиры либо просто номера которые ну они еще пока не сдают в аренду я вот думаю подняться вот сюда вот в этом здании я жил отсюда попробовать посмотреть там можно почти до 30 этажа подняться это выше в любом случае чем Хилтон и вот здесь 10 этаж вот так вот пиво продают всякие разные напитки там еще в море вместе с тем очень много лодок стоит я так понимаю люди будут наблюдать еще за этим за всем аттракционом с моря отсюда вид немного загораживается но я думаю если выше подняться то это наверное примерно будет такое же расстояние как я бы смотрел вот куда-то седж потому что здесь кажется что близко на самом деле далеко а если иди туда в сторону терминал 21 то это еще дальше будет и оттуда вообще я даже не знаю как смотреть по сути вот это одно из самых высоких зданий здесь вот там стоит парша я вижу уже был один такой впуск видимо бровный и прям все так оживились сразу закричали я думаю будет весело что-то здесь началось интересное ну да конечно нужно желательно находиться поближе к этому всему а они цель лодки фигачат я думаю это только разминка потому что по времени еще рановато и конечно же тайцы они не дураки поэтому они там на пляже себе места и позанимали соответственно откуда-то осмотреть создание с высокого вообще ну как бы наверное есть своя прелесть но по сути будет намного интересней так это что-то новое и каждая страна будет выступать по-моему сейчас наступ на парасписание там они будут запускать запускать потом будут будет перерыв и потом через какое-то время опять другая страна будет то есть это представление они не повторяются и что интересно что всего лишь один дрон летает может быть два видимо которому здесь разрешено это делать летать я имею ввиду ну и вот так собственно это выглядит не могу сказать что прям мега вау но все равно это лучше чем ничего и своя прелесть тоже есть в этом а вот это что-то новенькое прям да-да-да вот сейчас прям вообще было круто и люди закричали должен вам отметить что прям повторяется здесь это выступление и видно сколько много людей действительно сюда приехало из моря и просто так с пляжа посмотреть конечно это для людей важно эмоции друзья сейчас прям вообще они разогнались конечно не по-детски там что-то прям такое серьезное громадо грохотать начало они так периодически по чуть-чуть по чуть-чуть что-то запускают потом взорвут так взорвут и если вы находитесь в море то весь дым и пепел будет скорее всего на вас лететь поэтому смотреть это мероприятие хлопают люди смотреть это мероприятие так себе с моря в общем я думаю сейчас они будут перезаряжаться и я пойду сменю позицию чтобы вам с другого места это показать да вон туда катер помчался к этому подкассу они будут сейчас туда новое закладывать интересно то что вот здесь вот они вроде бы поставили дополнительные вышки станции сотовые и не хватает из-за того что очень много людей не хватает трафика и даже обычные простые сообщения не уходят поэтому будьте готовы что скорее всего здесь у вас не будет связи потому что все естественно сейчас снимают эти фейерверки естественно все постят сейчас это в инстаграм еще куда-то в ютуб и представьте какая здесь колоссальная нагрузка идет на сотовые вышки 10 человек отправили уже там 10 гигабайт а здесь сотни тысячи свет здесь значит отключили на пляже и я вот сейчас пошел там по дороге и в какой-то момент шел-шел и просто встал остановился люди остановились а вот это вот упаковки от чипсов или еще какой-то я заметил что люди продают на дороге эти упаковки не мог понять зачем они эти пластиковые эти бумажки продают вообще для чего это оказывается люди которые приехали без подстилок или еще что-то они их покупают за какую-то сумму символическую и собственно на пляже здесь стелят себе чтобы на песке не сидеть а там вот где палатки там вообще невозможно идти если вы здесь окажетесь вам здесь идти только по пляжу и конечно же самые лучшие места будут на пляже и атмосфера здесь тоже по сути самая лучшая еще отлив ну чем ближе вы сюда подойдете тем по сути будет круче представление поэтому не обязательно быть где-то на высоте важно быть сюда поближе чем ближе вы будете находиться тем более спектакуляр более такое реалистичное представление здесь будет и короче говоря все тайцы поэтому сюда и пришли ну другое дело что мне нужна сейчас связь мне нужно видеозвонок сделать а интернета нет и вы можете здесь просто остаться без интернета поэтому я иду еще в Централь фестиваль я там подключусь к своему тру вайфаю который мне дает оператор высокоскоростному вот друзья собственно и как здесь это все выглядит буквально наверное в 300 400 метрах от пляша и по сути здесь самые лучшие места будут вот где-то рядом со сцены потому что там еще будет опять поехал туда катер перезаряжаться и то есть 8 часов только должно было быть начало а они уже сколько раз запускали сколько раз крохотали и ну видно что будет прям впечатляющее здесь мероприятие конечно еще плюс ко всему похоже на то что только начало все хорошо но но мне нужен интернет мне нужно отправить кое-какие данные срочно а интернет вообще даже текстовые сообщения не проходит потому что перегружены сети очень много желающих сейчас это сделать и из Хилтона так себе будет вид а оттуда с моря просто все в дыму и вообще может даже ничего не видно я чтобы вы понимали я сейчас вот по пляжу там 50 метров от моря шел минут 15 потому что они в общем поселили вот эти подсилочки плотно друг к другу и ну как бы на них наступать неохота а по-другому я даже не знаю как здесь выйти а вон там выход туда ближе к центру фестиваль просто какой-то жесткач творится я помню у нас было на барахолке такое даже на барахолке можно было лучше пройти очень много людей очень много и сомнительное удовольствие конечно потому что салюты эти они грохотят очень сильно по ушам ну и такая вот каша-малаша здесь наверное все-таки вот завтра я буду находиться где-то вот здесь ну и нормально это все посмотрю вам покажу вот вы можете видеть полицейским допустим нужно проехать а они проехать не могут потому что люди здесь видите что творится в централ фестиваль интересно вообще можно зайти или нет еще друзья нужно отметить что если бы я отсюда уехал куда-то на Джон Тиен или еще куда-то потом добраться бы сюда и отсюда было бы достаточно сложно потому что это как бы сейчас все закончится ну и люди поедут по домам кто как конечно тук-туки будут переполнены такси наверное на тоже а на мотобайке наверное не проедешь вот такое тоже здесь бывает я вот здесь вот вечером обычно прохожу просто спокойно вообще без какого-либо затруднения и вот посмотрите что сейчас здесь творится возле Старбакса можно туда на балкон еще подняться Старбакс тоже на второй этаж на балкон не пускают потому что я думаю если бы они просто туда начали выпускать лейбы то же самое об этом творилось что и здесь очень тяжело здесь пройти и конечно нежелательно в таких местах находиться все нужно отметить что очень организованно никто не толкается не пихается никто не хочет как-то залезть пролезть без очереди или никакой грубости вообще здесь нет то есть все очень культурно и организовано точно так же как каждый день играет музыка на цокольном уровне Централ Фестиваля но не могу сказать что прям много людей просто хотят люди туда пройти и туда хотят пройти вот эти вот все места балкончики это все по резервации по предварительной также посмотрите друзья что творится Централ Фестиваль что-то просто невероятное возможно кто-то приехал из них тоже посмотреть фейерверки и вот стоят смотрят видите и машину никак не бросить не припарковать и прямо никак не проехать и назад никак не проехать и мопедов это тоже касается и все я сейчас попробую зайти в Арбор еще оттуда посмотреть следующее представление через час будет они перезаряжают где-то час разница между выступлениями все стоят просто люди 9 часов вечера ни в коем случае сюда вообще нельзя суваться никак ни на каком транспорте только пешком и я думаю нового года это тоже касается все коллапс ничего не движется вообще абсолютно все стоит на морозе на полнейшем друзья что самое страшное что если не дай бог какая-то будет чрезвычайная ситуация экстренная то экстренные службы не смогут сюда в нужном объеме даже приехать вот центральная улица тоже перекресток все стоит вот пожалуйста мне кажется местные тайцы вообще сами в шоке от того что здесь происходит приехали посмотреть на фейерверки а смотрят на пробке вот там я вижу что по-моему машина скорой помощи или еще что-то типа этого и ну она конечно же здесь никак не может проехать естественно поэтому здесь отели конечно и будут взвинчивать цены на эти два дня но я вам должен сказать что если бы я знал что прям будет такой здесь кипич я бы наверное второй раз уже сюда не поехал бы и лучше бы провел бы это время где-то в Бангкоке или может быть я не знаю даже где потому 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 что ну один раз как бы посмотреть да можно приехать но постоянно нет никакого смысла либо либо где-то с балкончика заранее бронировать и с балкончика смотреть за лютики в общем друзья варбар тут тоже все рестораны по резервации и бассейн вообще закрыт так примерно это выглядит все но очень далеко по сравнению с тем где и был конечно видно что взрываются но я думаю завтра у меня будет получше зато ничего не грохочет спокойно все конечно оттуда сверху получше будет вид но там закрыто все либо на приватное на что-то либо тоже так же нужно будет оплачивать ну в принципе в целом обзор тоже неплохой отсюда я попросился у девочек говорю дайте хоть посмотреть я кушать ладно не буду хотя бы опустите меня постоять здесь она доклеила какую-то наклеечку и в общем не в первых рядах конечно но все равно не зря шел живая музыка как круто в общем друзья я для вас конечно же сегодня очень постарался со всех сторон прям заснял это и я так понимаю сейчас опять будет перезарядка все равно удалось поснимать хорошие кадры здесь как раз таки информация что здесь они делают но все равно они молодцы прям меня запустили хочешь посмотреть ну посмотри и вот Таиланд он такой здесь значит друзья мероприятия тоже проходят диджей выступает и собственно тоже всякие разные угощения и все такое закрыто стеклами и поэтому не дует ветер очень удобно прям очень удобно и вот снаружи есть такой коридорчик по-моему уже все закончилось но я так понимаю что отсюда можно было тоже посмотреть салюты наверное я сейчас проверю но отсюда вид тоже открывается очень крутой друзья так называется это место Grand Center Point и из-за того что это одна из самых таких южных точек здесь полностью всю Паттаю все здания прям можно разлететь я сейчас попробую добраться до пляша и по пляжу вернуться посмотреть домой а здесь никак торговля не заканчивается и продукты у них тоже вот эти только расторговали поросятинку и все и друзья что самое интересное я сейчас поднялся на вот это здание в терминале 21 высокий отель который на крыше и поднялся а там такой типа ресепшен и я к ним подхожу они говорят you want have a look то есть они сразу встречают они видят то что я с бутылкой чая иду я там не настроен наверное на ужин не на че ну сразу таки вы что типа просто посмотрите улыбаются и да заходите у нас бы где-то стояла охрана вы откуда вы куда вы кому и вот вот такая философия у них вот здесь везде то есть по сути ты можешь делать все что хочешь если ты не мешаешь окружающим все что хочешь делать хочешь на 30 там этаж подняться посмотреть на город на паттаю пожалуйста хочешь там еще что-то сделать пожалуйста хочешь пол поменять пожалуйста никого особо сильно не заботит что происходит вообще еще вчера я тоже вот в такой макашнице купил осьминогов и ну несу их в пакете у меня бутылка кока-колы тоже такая же и я захожу в в кафе в какой-то ну или такой типа ресторанчика и заказываю там там ям думаю там ям поем и как раз думаю ну просто посмотрю что они мне сейчас скажут что я типа с собой принес еду там или еще что-то они взяли принесли мне стакан принесли трубочку типа вот у тебя кола с собой ты принес кола есть наливаешь стакан пей по-человечески и вот так у них везде заселяетесь в отель там вам сто раз скажут спасибо что вы пришли спасибо что выбрали нас чувствуете себя комфортно конечно здесь сервис и туризм очень хорошо развит бросается в глаза что люди пришли разного социального статуса и ну вообще разные по возрастной категории тоже разные пришли покушали спокойно посидели на ковриках на песочке посмотрели представление спокойно все идут домой никто не валяется не блюет не ругается не матерится не валяется где-то там в канаве не не дерется никто отношения свои не выясняет вот вот идут спокойно все люди домой салютики значит закончились и началось здесь представление диджей начал играть прям на пляже включили свет и конечно же у каждого свои угощения какие-то алкоголь но никто не мусорит во-первых нужно отметить во-вторых это все бесплатно вот люди пришли а им здесь это не праздник ничего это просто фестиваль и получается до ночи будет до полуночи это все будет происходить до 12 часов ночи вот салютики закончились и теперь будет здесь клубная музыка вот такая играть танцевальная пожалуйста любой желающий заходите танцуйте что хотите делайте хотите купайтесь хотите танцуйте хотите выпивайте в карты играйте что хотите делайте свобода полнейшая свобода и все очень культурно себя ведут вот для меня именно выглядит культура вот так люди пришли покушали мусор свой собрали выпили отдохнули потанцевали и все пошли домой спать несколько человек только купается в основном купаться никто не хочет и вот это напоминает чем-то все либо может быть качеллу в америке где-то либо может быть бёрнинг мэн какой-нибудь только за исключением того что здесь все абсолютно бесплатно всем привет очередной мой отельчик в паттайе я оказался на севере так далеко от центра меня занесло сюда овербукинг в паттайе полностью все забито и вот этот отель стоит 2500 в обычный день я думаю он стоит меньше но как бы поверьте мне на сегодняшний день это очень хорошая цена для паттайи потому что я профукал в общем мне нужно было заранее бронировать и короче говоря теперь приходится вот на севере жить вот в таком отеле пятизвездочном приходится ну посмотрим сделаем обзор отеля сделаем обзор сервис севера фигачит как всегда холодный воздух из отеля и очень много китайцев просто какой-то галдеж буду заселяться зато этот отель находится прямо на берегу моря и у него есть свой пляж я правда не знаю какой там пляж ну сейчас все посмотрим все вам покажу расскажу отсюда видно порт вот этот который срирача я туда ездил ну и свой конечно же есть пляж у отеля 5 звезд хороший в принципе я думаю в обычные дни здесь можно за 50 до 40 долларов остановиться в этом отеле значит здесь несколько зданий мне дали 11 этаж вот здесь спа есть фитнес есть туалеты и очень большие расстояния пространства так а вот здесь чай можно попить на 2 персоны 600 бат всего лишь стоит с часа до 6 начинается и вот по всей видимости вот так пляж выглядит так же здесь есть буфет а но это наверное нужно куда-то идти но все равно 600 700 бат я лучше наверное централ фестиваль покушаю а вот как нужно стоять ко всем спиной в лифте максимум 6 персон коридоры очень широкие но вот то что они делают вот эту плитку кафель прозрачной это на мой взгляд не очень уютно выглядит ну очень большой отель 1143 я думал мне сделают апгрейд до севью не сделали так друзья ну в общем-то номер очень культурный вот в таком номере мы спали жили верни с ванной со стеклянной в Срирачи сейчас с Арой мы приезжали огромная просто гигантская наверное метр шириной раковина здесь можно я не знаю искупать даже кого-то душ все стеклянное мне нравится когда вот стеклянное вот так и все открыто вперед то есть все все пространство мне нравится когда они не тонируют ничем не закрывают а здесь кстати занавески вот хотите занавеску закрыть можете закрыть пожалуйста вот мне вот такая вот планировка и концепция очень нравится видно что он не новый ну не не супер мега новый два дождя 2 зонтика есть халатики есть и тапочки вот в Таиланде молодцы они тапочки многоразово используют это не совсем единично но зато природа не портится экология большой телевизор но ютюба нет старый телевизор еще потому что отель старый я думал что будет у них овербукинг они мне сделают апгрейд на севью севью значительно больше стоит но все равно в любом случае я думаю я здесь один денечек проработу всего лишь и мне в принципе а видно севью есть севью частично вот эти вот поля все где автобусы стоят еще что-то это все застроится застроится многоэтажками или еще чем-то и вот Паттайя я думаю если хорошо постараться то можно даже отсюда салюты увидеть ну естественно я туда поеду потому что у меня там забронирован ужин и я буду прям очень близко сидеть а вот в этих во всех многоэтажках можно посуточно снять ну если там камеры конечно нет на входе 4 станции для зарядки электромобилей свои трансформаторные подстанции и все все коммуникации видите по отелю проложены под землей под асфальтом ну в принципе культурно весьма культурно низкие кровати в Азии любят ну и в целом все вот вот это я не знаю либо по закону у них требования либо еще что-то обязательно должен быть фонарик но он не светится видимо капец уже батарейкам вот здесь специальная штучка чтобы он не всегда светился то есть они вот так вставляют и короче говоря там между батарейками расстояние но им уже капец пришел ну все сейчас я вам покажу остальную территорию я всегда вот приезжаю и у меня всегда либо вторая кровать либо третья кровать всегда свободно я уже могу даже наверное подселять кого-то себе в номера чтобы они не пустовали ну круто я люблю когда вот я выхожу вот так на улицу и передо мной такое большое пространство вот такие вот масштабы то есть не когда стенка допустим или там еще что-то мне нравится вот когда вот так открыто все здесь у них бильярдный стол детская площадка и где-то должно быть спа там наверное а да спа 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 спасибо 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 о здесь фитнес-зал фитнес-зал в подвале но окна большие и много света и много зелени поэтому не чувствуется что в подвал в принципе там и турники есть и вообще все что угодно здесь спа до 7 только работает и в общем я думаю там ничего особенного нет поэтому наверное не пойду спа сегодня очень 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 большой отель просто невероятно я думаю это даже не отель это больше резорт и вот единственный минус что здесь вот рядом док ремонтный по всей видимости и конечно же много зелени прям очень много зелени несколько бассейнов ну и вон там где-то есть пляж и вот знаете я всегда задумываюсь почему люди едут куда-то на море или еще куда-то отдыхать я думаю им не хватает вот пространства не хватает зелени потому что особенно в больших городах там всегда мало зелени и вот этого пространства тоже очень мало а здесь прям все кишит а вот эти вот номера они выходят собственно прям на море вид на море но у меня там тоже хороший вид еще мне в Таиланде очень нравится что они когда вы заселяетесь они не хватают ваши сумки сумасшедшие и прям вот так назойлива не делают это как в Турции в Турции прям в некоторых отелях могут прям ключ взять и типа типа пойдемте я вам покажу я говорю дайте мне ключ я сам найду я знаю сам как искать у меня один как бы рюкзак он не это он хочет идти чтобы естественно это как бы его работа чтобы ему заплатили там дали чуть-чуть денег на чай здесь вообще вот этой назойливости как в Турции нет абсолютно то есть вы заселяетесь в любой отель 2 звезды 3 звезды 5 звездочный вот такой резорт вас просто спросят в лучшем случае че нужен вам нужна вам помощь с багажом либо вы сами справитесь и все и все это очень у них четко конечно же вот это мне нравится сегодня купаться наверное прохладно еще будет потому что пасмурная погода с одной стороны хорошо что пасмурная погода а с другой стороны а вода то теплая в принципе со всех сторон хорошо потому что жара прям сильно невероятно тоже не очень пляжные полотенца всегда можно в таких местах взять они как правило либо серенькие либо цветные какие-нибудь там динозавры живут вот это по-моему ресторан да здесь наверное завтраки проводят или ужины или еще что-то типа этого я всегда беру без завтрака вот это тоже мне нравится здесь потому что я могу взять без завтрака и спать долго а в Турции как правило завтрак всегда включен и вы от него как бы не можете отказаться и просыпаться неохота рано потому что потом получается такое царство динозавров это наверное они рекламируют какое-то место есть куда можно приехать вот динозавр бровское царство вот второй бассейн и там же пляж пожалуйста ни в чем себе не отказывайте а вот здесь они сделали так что с того бассейна вода своим ходом стекает вот как я вам помните говорил про то что они любят делать по фэншую чтобы вода свободно падала и получается с того бассейна вода течет сюда искусственные искусственные камни конечно же а нет это настоящие камни но видимо которые вот именно можно как бы использовать и вот они их тут вот так аккуратненько разложили и получается вы купаетесь возле водопада бассейн я такого еще не встречал между прочим чтобы вот так искусственно было создано это очень важно на самом деле здесь как минимум я не знаю сколько 3 или 4 спасателя на каждом углу они сидят смотрят чтобы никто не утонул вот дети в жилетах купаются видимо там глубина 1,8 метра и не только дети взрослые тоже а здесь вот выход на пляж цены в принципе невысокие песок скорее всего привезли сюда хотя в принципе и запросто им мог быть здесь песок везде букву букву прям везде ну и такие вот шатры чтобы вы не сгорели если хотите загорать вот там есть открытое место море конечно же здесь не самое чистое но в Паттайю люди едут не за морем за морем конечно же и не за природой а здесь другие приоритеты чуть-чуть у людей поэтому и так сойдет а челюсть то есть качели и вот тут же сразу рядом местные жители живут смотрите по ценам я думаю в обычные дни когда вот этих фейерверков новых годов сумасшествия вот этого нет нашествия туристов то я думаю вы сможете здесь где-то за 40 за 50 долларов поймать цену может быть даже еще меньше и приехать здесь отдохнуть покайфовать ну желательно чтобы у вас наверное машина была хотя в принципе сюда можно добраться на тук-туке либо на такси либо на мотобак такси я посмотрел 50 бат стоит до центра доехать отсюда 10 бат на тук-туке я думаю вечером здесь будет прям романтик когда они включат все подсветки когда вот там на пляже тоже включат фонарики ну и здание тоже будет подсвечиваться это в принципе должно быть интересно но вечером я приду сюда я сейчас пойду туда на фейерверк нашел опять а вечером приду и посмотрите все какое низкое души какие низкие кровати низкие туалеты все низкое азиатский стандарт здесь можно взять в аренду вот такие вот штучки они на батарейках и они будут вас катать под водой 300 бат стоит полчаса всего лишь и можно носиться на корейском на китайском на русском на английском и видимо совсем много туристов сюда приезжает вот вот как раз таки и толпы туристов автобус мне кажется привез их потому что очень много людей и здесь два здания вот это вот второе по-моему здание да друзья их здесь конечно же прям автобусами привозят и вот здесь я не знаю пять автобусов как минимум стоит это только вот на текущий момент сейчас их всех повезут салютики смотреть вообще теоретически можно было бы отсюда спокойно смотреть не так-то и далеко это 21 терминала сегодня еще помимо того что второй день салюты будут они здесь еще уличный баскетбол устроили вот так вот с трибунами и по-моему бесплатно абсолютно как всегда и вот люди играют здесь а другие смотрят все как положено и фестиваль уличной еды конечно же Таиланд без уличной еды это вообще очень сложно себе представить и мне вот это вот очень близко вот так вот подойти свежее с пылу с жару из-под ножа сразу что-то схватить скушать в одном месте скушать в другом месте и пойти дальше для меня вот эти пафосные рестораны где там нужно ждать три часа пока к вам подойдет официант там еще нужно забронировать место пока они к вам принесут пока то пока все мне проще и как-то ближе вот этот вот именно движение какое-то такая динамика на месте сидеть долго не люблю мне постоянно нужно двигаться я по-моему вчера 20 или 30 тысяч шагов находил сегодня наверное чуть меньше будет вот таким вот образом у нас здесь началось представление все конечно же сразу побежали на балкон ну что самое интересное что они будут проходить еще 2 часа а я только пришел и еще даже не успел заказать покушать и уже начали выступать китайцы первое на самом деле конечно мы очень близко находимся к этому ко всему и в общем я думаю люди рано или поздно устанут туда бегать фотографировать эти салюты и я потом пойду тоже сниму для вас видео поближе сейчас пока покушать закажу друзья если будете сюда приходить старайтесь конечно лучше место на балкончике занимать и самое интересное будет кульминация когда уже закончится выступление когда они уже полностью закончат отстреляют каждая страна и под самый занавес и под самый конец будет конечно же самое крутое выступление у меня есть расписание я буду чуть раньше выходить на балкон в следующий раз и прям там самых первых ведом стоять вот чтобы вы понимали вот там вот хил там и за решеткой и они находятся дальше то есть по сути вот у этого ресторана кафе у него самое идеальное расположение из всех вот мы и под самый занавес они разгоняются ребенок до сих пор под впечатлением от салютов по всей видимости мне еще принесли смути из манго и по-моему сейчас еще что-то будет приносить салют в по-моему в в Продолжение следует... 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 наслаждаться жизнью как всегда солнышко пробивается но пасмурная сегодня погодка я люблю когда вот так большие пространства когда можно посмотреть по сторонам вперед назад это очень важно но море все уже застроили здесь можно прям конечно такой романтик устроить вечером закат куча разных всяких мест уютных все что нужно вот такой красивый закат сейчас солнышко будет туда спускаться вниз и как раз уйдет чуть ниже облаков и начнет желтеть каждый день по-своему прекрасен закат каждый день по-своему красиво здесь выглядит солнышко и вообще таиланд и паттайя я наслаждаюсь и вот здесь вот такой пляж весьма прям культурный миленький и чистая вода это вот буквально наверно 500 700 метров а там печера заканчивается уходит туда поворот на восток и и вот я сейчас иду в северном направлении очень чистое море и вообще нет людей чистый песок чистый пляж камушки и прозрачная вода то есть вот это вопросу к тому что в паттайе типа грязное море вот пожалуйста приходите пешком приезжайте на мопеде на тук-туки и купайтесь вообще не вопрос вот что самое интересное чем дальше я иду на север по этому пляжу я тут решил прогуляться тем лучше здесь и отели и море очень прям чистое такое красивое с камнями поэтому ничего подобного паттайе тоже есть и чистые пляжи эти с чистой водой и нет вообще никакого смысла есть ехать на кулан потому что это все здесь можно получить я на мое удивление здесь прям очень такой приличный пляж виндом грант вот здесь резиденция по всей видимости тоже можно снять квартиры в аренду и вот кто любит море это просто идеальное место будет потому что чистое море здесь зеленью с камнями и волн в принципе нет то что нужно я гулял я здесь гулял и догулял до храма истины в который прям все ездят это типа одна из таких здесь достопримечательностей многие путеводители рекомендуют посетить и вот видно форт города срирача и вот собственно вот такие здесь отели прям на берегу не могу сказать что прям вода чистая прозрачная но намного чище чем в потоке центральная волкин стрит бич рот здесь она намного чище поэтому в принципе как бы в потае вот северной части можно спокойно найти пляж с чистой водой и вот так вот покупаться если вы не хотите на солнце можете вот так вот в тенечке под деревьями прям возле вот храма истины вот сюда можно забраться на пляж как-то пройти либо по тропинке либо через отели и пожалуйста купайтесь загорайте здесь вот на пляже между прочим живет такой вот ворон он маленький еще ребеночек у него видимо здесь домик море выкидывает на берег всякую разную мертвую рыбу и так далее и и прочих существ океанских и вот эти вараны они этим питаются не падать прямо вот здесь вот на пляже собственно друзья сейчас приехал тут возле аэропорта есть отель небольшой и целая семья с этими воронами вон он там чуть поменьше а вот сейчас прям залез такой гигантский воду в речку и вот они сидят ждут купаются видимо ищут кого скушать они в основном кушают только всякую разную такую падаль то что уже мертвая валяется никому не нужно такие санитары вот это наверное метра два вора прям вот в бангкоке возле аэропорта аэропорта и